Портрет Дориана Грея История небольшая, но весьма современная Она, наверное, всегда останется современной Потому что это разговор о совести И о том пути совращения, что ли Который прошел юноша Слишком серьезно воспринявший теорию лорда Генри О том, что совесть есть просто официальное название трусости Это очень современная история Потому что время от времени появляются новые Как-то приукрашенные теории о том, что совесть Это, знаете, некоторая архаичность Это все лишнее, постороннее Это только мешает Ну и тем более, если вам постоянно говорят Очень красиво с цитатами из великих людей Что совесть — это всего лишь трусость А молодому человеку нельзя быть трусливым Он должен дерзать Он должен разрешать себе многое Конечно же, это путь Который заканчивается до трагедии гибелью человека Как это завершилось, например, в случае с другим Вселенским развратителем по имени Адольф Гитлер Который, выступая перед солдатами Накануне отправки их на фронт На Восточный фронт Говорил, что «Я избавлю вас от древней химеры Именуемой совестью» Периодически люди пытаются избавиться от совести Другим пытаются провести эти операции По ампутации совести Но ничем хорошим это не заканчивается Не случайно Господь нарисовал Или дал краткий конспект мировой истории В виде гибели стада свиней В которых вошел легион бесов Мирные хрюшки, милые животные Совершенно безобидные, не агрессивные Вдруг с каким-то диким остервенением Побежали к обрыву, чтобы полететь Они, видимо, думали, что полетят Но все погибли Вот мировая история, видимо, так и развивается И мы даже знаем, что закончится все Страшным падением нравов, оскудением любви И гибелью человечества с приходом Антихриста К сожалению, стадо свиное В которое пытается человечество Каждое поколение превратиться Это тот образ, который постоянно Где-то проявляется В нашем сознании Где-то мелькает на горизонте И тем более поэтому следует защищать Защищает совесть, хранить ее в чистоте Кажется, для христианина это совершенно очевидный факт Но, тем не менее, я постоянно встречаю богословов Которые говорят о том, что это уже, скажем так Некоторые измышления, это не нужно Это лишнее Вот кажется, как такое может быть? Ну да, даже богословы Очень ученые люди утверждают Что этот термин для нас не важный, для христиан Для нас, может быть, важна более свобода Например, апостол Павел призывает к свободе Но если мы откроем послание апостола Павла То заметим, что чаще всего Слово «сюнейдесис», то есть совесть Используется именно в текстах апостола Павла Это такой апостол совести Очень часто звучит у него этот термин Древний, прекрасный, красивый Который происходит от глагола «сюнейдесис» То есть «знать вместе» То есть совесть — это нечто, что, в общем-то Как ничто иное сближает людей между собой То есть мы как-то внутри себя Что бы с нами не делали вселенские развратители И разного рода модные теории Мы внутри себя, если остаемся предельно честными Понимаем, что есть добро, а что есть зло Как-то кожей или как-то внутром своим Хотя, конечно же, как апостол Павел В послании к евреям говорит, что бывает совесть и лукавая даже Совесть извращенная Извращение очень глубоко может проникать в человека Ну вот, например, в послании к Тимофею У апостола Павла есть такое очень важное определение Он говорит, что цель увещания То есть в конечном итоге проповеди Евангелия Христианской жизни, духовной жизни То, о чем мы очень много говорим То, что волнует всех христиан Так вот, цель этой духовной жизни Есть любовь от чистого сердца Доброй совести и нелицемерной веры То есть Вот у нас есть определенный пункт назначения Тот идеал Тот образ, к которому мы должны стремиться И все наши духовные упражнения В общем-то, имеют определенный вектор движения Посещение богослужения Исповедь у духовника Чтение Писаний И прочие-прочие духовные упражнения Вообще церковная жизнь Со всей ее насыщенной внутренней динамикой Она должна сделать нас человек И должна сделать из христианина Человека любви Но любви какой? От чистого сердца Доброй совести и нелицемерной веры Доброй совести и нелицемерной веры Почему апостол Павел здесь использует слово «совесть»? Ведь, может быть, достаточно было бы слова «вера» Или «чистого сердца» То есть вот человек очень искренний Или он очень верующий Апостол Павел, как человек с большим религиозным образованием И большим опытом религиозной жизни Понимал, что религия иногда Используется как предлог для бессовестной жизни Вот как бывает странно Устроен человек И мы с этим постоянно сталкиваемся Когда видим, что Что человек, например, может стать бессердечным Оправдываясь, например, вот уставом, каноном, праздником Так или иначе Таких биографий, таких сюжетов Вот в нашей памяти В памяти каждого взрослого человека Очень много Мы постоянно встречаем религиозных людей Даже священников и монахов Которые могут при этом При всем благочести При ревности к церковному уставу Оставаться бессовестными людьми Да Могут оскорбить Могут обидеть Даже взять чужое Таких историй очень много И вот апостол Павел В послании к Тимофею И в других посланиях Он постоянно говорит о том Как важно хранить эту добрую совесть И кроме того Вот этот отрывок из первого послания к Тимофею Первого послания к Тимофею Которого я сейчас процитировал Он ведь дальше развивает эту мысль о доброй совести Апостол Павел говорит, что Отвергнувшись Отступив от доброй совести Вот от этого Не только от нелицемерной веры Не только от чистого сердца Но и от доброй совести Многие уклонились в пустословие Желая быть законоучителями Не разумея ни того, что говорят Ни того, что утверждают И мы с этим тоже сталкиваемся Когда Не то, что сталкиваемся В каждом из нас живет этот соблазн Мы можем превратиться в блестящих ораторов Очень ловко находить цитаты Святых Отцов и Священного Писания Как, например, я сейчас делаю Но при этом у нас будет умирать совесть И наша речь, такая блестящая Насыщенная Знанием, цитатами На самом деле будет пустословием Да И дальше продолжает Апостол Павел Что, имея веру и добрую совесть Отвергнув которую Некоторые потерпели Кораблекрушение в вере Кораблекрушение в вере Такой греческий глагол Навагео Может быть отсюда название Наваги происходит Не знаю точно Но Оказывается Кораблекрушение в вере Может произойти от того Что человек не хранил добрую совесть Нужно к ней прислушиваться За ней следить Очень внимательно Не только следить за тем Как мы Выполняем Скрупулезно все Религиозные предписания Но и добрую совесть хранить И Более того Это текст Который я сейчас цитирую Первый посланник к Тимофею Где О совести говорится Как о чем-то очень важном Для духовной жизни Есть выражение Которое знают Наверное Все христиане И даже часто цитируют Он говорит О лицемерии лжецов С прожженной совестью Прожженная совесть Кавстерадзу Такой глагол Который Здесь использует Апостол Павел Глагол Который имеет Несколько значений Но самое главное Это клеймить Ставить клеймо И вот Одно из толкований Этого места Говорит о том Что Прожженная совесть Это клеймо Выжженное Клеймо сатаны Выжженное На На Душей человека Заклейменная Совесть А что это такое То есть Ну Говоря современным языком Это бренд сатаны Вот человек Кажется религиозный Исполняющий Все обеты Все Все заповеди Но не соблюдая Эту добрую совесть По отношению К близким Близким прежде всего По отношению Например К своим подчиненным Как это часто бывает Потому что Хочешь узнать человека Смотри На то Как он с равными общается А то Как он общается С теми Кто ниже его По иерархической лестнице И это очень часто Себе позволяют Даже религиозные люди И вот тут И проявляется Это сожженная Или прожженная Совесть Совесть На которой стоит Клеймо сатаны Несмотря на Всю эту внешнюю Атрибутику Религиозную Красивую Золото Кресты Рясы Иконы А бренд Все равно сатаны А другое толкование Конечно Говорит о том Что это как будто бы Люди Которым Прижгли Совесть Как бывает Вот Выжгли Совесть Сожгли Как бы то ни было Апостол Павел Апостол совести Напоминает нам о том Что при всех наших Увлечениях Религиозными Обрядами Тематика Религиозная Что само по себе Прекрасно И хорошо Без религиозных Без духовных упражнений Без религиозной жизни Без обрядов Невозможно Человеку Жить Полноценной Духовной жизнью Тем не менее Вот эту сердцевину Это важнейшее содержание Нашей внутренней жизни Жизни внутреннего человека Совесть Нужно беречь Чтобы не дай Бог Не потерпеть кораблекрушение В вере Не дай Бог Не стать Вещью Которая носит на себе Бренд сатаны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok